Сталица Чуваша стала площадкой для проведения третьего Всероссийского съезда учителей сельских школ. В Чубаксаро приехали более 500 педагогов из 62 регионов страны. В работе съезда участвовала министр образования и науки страны Ольга Васильева, что волнует сельских учителей в нашем следующем материале. По данным Миноборнауки сельских школ в России более 25 тысяч. В них работают около 500 тысяч педагогов. Это половина всех школ страны и половина российских учителей. Однако учеников в них гораздо меньше, чем в городах. Не так давно многие учебные заведения объединяли, малокомплектные школы закрывали. Но сейчас ситуация изменилась. У нас 12 тысяч школ. Это почти половина от сельских школ, которые являются малокомплектными. Население. Мы будем сохранять во всех случаях, когда это необходимо, малокомплектные школы. Потому что я считаю, что без начальной школы вообще жить невозможно. В этом году в школах страны появится 12 новых сельских школ. Но все-таки основная проблема не материально-техническая, а кадровая. Многие учителя вынуждены вести сразу несколько предметов. Работать одновременно с разными возрастными группами. Одним из путей решения задачи министр видит разработку отраслевой программы, аналогичной земскому доктору. Пока же регионы ищут свои способы. К примеру, Чувашия в этой области добилась немалых успехов. Во многих районах республики учителя получают дополнительные выплаты. Построено 9 сельских школ. Касаясь сельских школ, мы последние годы создавали комфортные, благоприятные условия для воспитания и обучения, как в городских округах, так и в сельских местностях. Наша задача, участвуя в федеральных программах, создавать максимальную и благоприятную середину. Результат очевидный. Многие сельские школы республики входят в топ лучших по стране. Уровень образования очень высокий. На самом деле, тех проблем, которые есть во многих регионах Российской Федерации, у вас они практически решены. У вас практически нет в сельской местности, точно практически нет школ с двумя сменами. Это будущее, так скажем, это задача ближайших лет во всей Российской Федерации, которая уже в регионе решена. Своими идеями и практиками поделились представители и других регионов страны. У нас большое количество школ и интернатов проходят на самом деле практику в оленеводческих бригадах, в рыболовецких бригадах, в других предприятиях АПК. И это взаимодействие построено на такой долгосрочной конструктивной основе. У нас ежегодно несколько сотен детей проходят такую практику и потом становятся полноценными работниками уже предприятий агропромышленного комплекса. И в этом мы видим мощный стимул для развития села. На съезде работали пять дискуссионных площадок, где обсуждались основные проблемы образования на селе. По итогам заседаний были приняты соответствующие документы и обозначены направления дальнейшей работы. Очень важно, чтобы сельские школы могли давать образование на том же уровне, на каком дается образование во всех других школах. Чтобы это различие исчезало, чтобы дети, заканчивающие сельские школы, могли и остаться на селе, но могли выбрать для себя лучшие высшие учебные заведения нашей страны. Татьяна Леонтьева, Андрей Шоклев, Республика.